МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новинный регион. У студии Катярина Градницкая. Витаю вас и сегодня в выпуске глядите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Займая больше за 130 гектаров. Барше у них Сосновского, где вырастая и якуплывая на здоровье. Чекают больше за 100 тысяч человек. Свят Александры, сбираясь, оброуменяя формат. Крама автозапчасток, мыйка для автомобилей, які ниши займая предпринимательская деятельность у сельской мясовости. Прогайта инша больше подробязна. У Могилевской области амаль 22,5 тысячи индивидуальных предпринимательников. Переважно большая з их, более за 19 тысяч, працуют в сфере послух и гандли. Предпринимательники развиваются у гэтых накерунках и у сельских районах. Наш репортаж с Бялынычау. Крама автозапчасток и автомайстерни у Бялынычах – популярное место. Автомобили у городе и районе, как и паусюль, становятся все более, так что бизнес предпринимательника Александра Спадабаева застается за потребованием. Идея народилася у часа стажировки у Англии. Начинали мы сначала с ларка. С маленького? Ларок, да, маленький. Ну, а это был 2005 год. На данный момент мы уже четыре года находимся в этом здании. Мы его построили. Ну и сейчас, как видите, ассортимент – наш товар. Бизнес поступово развивается. У автосервисе что дня ремонтуются 5-7 автомобилев. И для райцентра гэта нормально. Набор работ стандартный, али кошты, кажуть, ниже и за столичные. Машин может больше становятся, но новее они не становятся. Поэтому запчасти были, будут и останутся. У ближайших планов господаров – мыйка для автомобилев. Зауважим, что побоч местится и фирма конкурентов, так что доводится рухаться наперед и развивать бизнес, как не стратить свою нишу на рынку. Разом с послугами у Бялыничах развивается и хандаль. Некоторые с предпринимальников ведут свой хандлёвый бизнес уже больше за 20 годов. Али першим з'явиться, прыгожим крамам, на перший шапик доводилось зараблять, например, сбором лесных ягод. Не только ягоды. Картошку сею. Даже на то время 1000 рублей. Значит, 2000 рублей. Значит, свиней держал. Свиноматки. Ну, корички и те самые. И клюква. В основном помогла клюква. Андрей Шут раець молодым коллегам предпринимальников. Для поспеху более працовать и приязно спала и ставиться до людей. А улады лечит, что чем более людей пройде до их с жаданием организовать свою справу, тем лепе и на свою корысть и громадству. Пополнять нашу казну налогами. Ну и, соответственно, себе тоже польза и, скажем так, самозанятость. То, что сегодня это новые рабочие места, то, что сегодня требует глава государства, и то, на что сегодня нацелена вся наша работа. Сегодня в Белинецком районе более за 250 приватных предпринимальников и 62 коммерцейные организации. Все лето колькость их повеличилась не на шмат, а ле усе ж рух есть. Илона Иванова, Юра Уласо, Новины региона. С 5-го липеня у Могилеви начинается черговый этап отключения гаражей воды. Яно пройдется на задня проуе в улице Сименова, Кутепова, Габровску, Островского, проспекты Пушкинский, Шмидта, Дмитриева, Витебский проспект. Тут гаражей воды не будет до 18-го липеня. Специалисты нагадывают, при возникнении аварийных ситуаций одразу телефонуйте по номеру у Могилеве. 27 65 57 28 12 48. Специалисты Могилевских тепловых сеток нагадывают, что график гидроуличных испытов и профилактичных работ был изменен. И после месячного перепынку под великим тиском протягнуть проверять трубы, чтобы вызначить нетривалое место. Потом на выснове подобных испытов и обследований уробится план ремонта. Например, подчас первой шарги отключения заменили 93 метра тепловых сеток по улице Сурганово. Зараз планують заменить коля 100 метров по улице Симонова. С 27 липеня до 8 жнивня гарачую воду планують отключить у центры. Гэта в улице Ленинская, Пионерская, Першамайская, проспект Миру, микрорайон Юбилейный, в улице Грышная и частку 30 год Перамоги. И опушнями отключение гарачей воды закрануть в улице Жамчужную, Каштановую, Турова, Кривулина, Кулибина, Крупской. Тут гарачей воды не будет с 16 по 29 жнивня. Так само зацверженный график додатковых рейсов, городских аутобусов и троллейбусов. Яны будуть развозить пассажиров, які будуть вертаться у Могилёуса, свята Александрея, сбираяся броу. Нагадаем, на Купалле у Шкловский район запрашают сё літа 8-9 липеня. Организаторы об'яцают цікавую программу. Баршевник Сосновского у Могилёвской в области растяя малю в двух сотнях месту на территории больш за 130 гектаров. Самая вялікя площадь с гэтыми инвазивными рослинами у Могилёве, Бялынинскими и Шкловским районах. Кап спыніць, яго распаусюджывання, уходы дуть усе методы боротьбы. Ад механичных да химичных. Баршевник Сосновского у Быховским районе растяю в Смолицким и Краснослободским сельсоветах. Территория 12 гектаров. И ухудким час их планует целиком вернуть усе вооборот, дякуючи комплексу по боротьбе с инвазивной рослиной. Мы снимаем заражённый плодородный слой почвы, с последующей заделкой его на глубину свыше 50 сантиметров и нанесением потом уже незаражённого плодородного слоя почвы на обработанный участок земли. На участках, которых возможно произвести спашку, мы производим спашку с последующим засевом уже травосемян, многолетними травами, злаковыми, чтобы они подавляли и не давали возможности всхожести семян борщевика Сосновского. Гэтый участок земли в осень перепахали и засеяли просом. Борщевник пророс только и день, и день. Для максимального эффекта на земли гэтык же попрацуют некольки разу и потом вернуть земли у себя оборот. У областном комитете природных ресурсов и охобы новокольного осяродя лечусь гэты метод самым эффективным, але применить его удается не паусюль. А те, которые недоступны для механической обработки, проходим мы, работники проходят и скашивают его в течение вегетативного периода. Порядка 7-8 раз приходится его скашивать. Гэтый метод только истрымливая распаусюджывание борщевника. Найбольшие эффективные химичные и комбинированные методы. Летось на боротьбу со шкодной рослиной в Выхлевском районе выдатковали 3000 рублей, все лето 5000. Головное – припинять ее распаусюджывание, а уедали на угол знищить. Крыстяна Кранкевич, Виталь Аляксейнка, Новина региона. Державета инспекция протягивает профилактику дорожного дитяшого травматизма под шастлетних от Пачинку инспекторы ДАИ працуют во всех лагерах. Без уваги не застаются и самые маленькие удельники дорожного руха с ведами про безопасность ДАИ завитала у 115-й дитяши садок Могилева. Мы участники дорожного движения. Мы знаем все правила. Пешеход должен переходить дорогу по зебре. Малые мкнутся продемонстровать все, что ведают про безопасность ДАИ. Перед инспектором ДАИ не сбянтеживаются и отказываются на все пытания докладно. Баба-яга, на какой ты ходишь свет? На красный. Правильно, мы так нас учили в школе. Правильно мы переходим улицу? Нет. Нет? Знайомиться с правилами дорожного руха теперь у садку будут и по ярких малюнках. Подарунком стала так сама и махчимость отчуть себе инспектором. Машина ДАИ долго была обчеплена малыми. Я соблюдаю правила дорожного движения. Совместно с органами образования начинаем работать по предупреждению детского травматизма, уже начиная с детских садов. Это очень важно, потому что мы будем иметь дисциплинированных пешеходов, а в будущем это дисциплинированные водители. Для нас это очень важно. Наши дети посмотрели, что такое техника. Они получили интересные буклеты, и с ними мы будем в дальнейшем работать, чтобы воспитать правильное поведение на дорогах. Про сгульную танцы до шкалятам простей дознаться про сурьезные речи. Это добро, разумеют, дорослые. Тому и ладят такие святые. Легкие для успеемания и вельми важные для життя. У светофора три цвета. Какие? Зеленый, желтый и красный. А на какой цвет должны переходить пешеходы? На зеленый. Я узнала, что плавил дорожное движение, надо соблюдать. Плавил налево. Супрационники ДАИ обещают вздойсти до каждой дошкольной установы. Олеся Рыбалка, Юра Уласов, Новины региона. Малюнок на будинку музея истории Могилёва практически завершен. И осталось литерально несколько дзен для опошных мостатских штрихов. Проект Могилёвского мостака Рыгора Шараева присвечен старому Могилёву и его майстрам. Гэты малюнок упрыгожил старый будинок на улице Ленинской у Могилёве поблизу ратуши. Йон належит музею истории города. Пасля рамонту им разместятся фонда сховиша экспозиция. Але пакуль мостатский малюнок на стене обещает стать одним из популярных местов для фотографования и селфи. На малюнках герб Могилёва, выявы майстру, мотивы вядомой гравюры 1702 года под назвой «Град Могилев» и упрыгажение по мотивах могилёвских стародруков. Мостаки обещали размалявась тяну за месяц, але отрималась она ватраней. Выник працы усим подобается. И узвяз 750 годзим дня народжения Могилёва, мостаки зарабили свое головное пожадание Жахарам областного центра. Поэтому мирного неба. Все. Еще больше новин на нашем сайте tvrmogilio.by А я с вами развитвуюся. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова